Технический прогресс Металлургия, основа основ всех видов материального производства Затем машиностроение, что объединяет в себя свыше ста специализированных видов производства И, наконец, химия Всемогущая химия с ее дешевыми и прочными синтетическими материалами Та самая химия, от продукции которой в огромной мере зависит и чистота наших посевов И плодородие наших почв А, следовательно, и решение одной из самых важных задач нынешнего пятилетия Увеличение производства сельскохозяйственных продуктов и, прежде всего, зерна Управлять экономикой страны, создающей материальный фундамент коммунизма Значит, еще и строить Но где? В каких районах? Взгляните на карту И на вопрос «Где?» Ответ возникнет сам собой Очевидно, именно там, где росыпь значков заводов Редеет То есть, восточней Урала Края эти богатые могучими реками Словно созданными природой для будущих гидростанций А леса Четыре пятых всех лесных массивов страны Расположены также здесь Сибирь и Дальний Восток Это край несметных природных богатств И не только угля, торфа, газа, нефти Здесь такие запасы черных, цветных, драгоценных и редких металлов Что хватит не только нам Но и дальним потомкам правнуков наших Вот почему решением партии и правительства Хозяйственное освоение Сибири и Дальнего Востока Будет резко ускорено Здесь будет наращиваться мощность уже действующих предприятий И строится много новых Третьим звеном ленинского плана построения социализма в стране Была культурная революция Октябрь Широко открыл для трудящихся двери дворцов и музеев Великий лозунг партии «Искусство народу» Начал воплощаться в жизнь В советских архивах сохранились драгоценные кадры Запечатлевшие первые шаги культурной революции в нашей стране Долой темноту и невежество Учиться никогда не поздно В государстве рабочих и крестьян Все виды обучения бесплатны Открытые рабочие факультеты Рабфаки Отсюда выйдут в жизнь первые шеренги Первой в мире народной интеллигенции Еще один документ тех дней Ленинский набросок плана научно-технических работ В нем есть такие строки В СНХ Поручение Образовать ряд комиссий и специалистов Для возможно более быстрого составления плана Реорганизации промышленности И экономического подъема России С тех пор прошло пять десятилетий Страна, большинство населения которой было неграмотным Совершила гигантский взлет к вершинам науки и культуры Теперь перед учеными государство ставит такие задачи О каких полвека назад не смели мечтать даже фантасты Здесь дальнейшее изучение космического пространства Развитие исследований по физике атомного ядра и элементарных частиц Совершенствование средств защиты при работе с радиоактивными веществами Синтез новых неизвестных природе материалов Расшифровка таинственного кода наследственности И десятки других актуальных проблем современной науки Для успешной разработки которых Государством создана мощная материальная база Ее составляет почти пять тысяч научных учреждений Оснащенных первоклассной исследовательской техникой Но никакая техника сама по себе, конечно, не в силах двигать науку вперед Это делают только люди Люди науки Ученые А их у нас сегодня более семисот тысяч Это четвертая часть всех ученых планеты Вот прямой результат того неослабного внимания Какое уделяет государство воспитанию научных кадров Развитию высшей школы Это она, высшая школа, готовит кадры Широко образованных специалистов для всех нужд нашей многогранной общественной жизни Итак, высшая школа Но основой ее всегда была и остается средняя школа Именно она вооружает подрастающее поколение знанием основ наук Формирует его нравственно Помогает найти свое место в жизни Вот почему развитию и средней школы Укреплению ее материальной базы Совершенствованию методов обучения Государство всегда придавало большое значение Так сегодня во многих школах Изучают иностранный язык А так постигают музыкальную грамоту Но культура это не только наука и школа Это еще и искусство И здесь первой заботой государства Остается создание материальных условий творческой деятельности Выставочных залов для общественного показа произведений искусства И конечно рабочих помещений Мастерских для живописцев, воятелей, зодчих Еще большего внимания со стороны государства требуют те отряды интеллигенции Творческая деятельность которых невозможна без сложной и дорогой производственной базы Чего же ждет от творческой интеллигенции народ В ответ на эту заботу? Лишь одного Создание ярких произведений Утверждающих в художественных образах Светлые идеалы коммунизма Той же цели служит и наша литература Успехи которой получили признание не только у нас Но и за рубежом И одно из многих тому доказательств Вручение Нобелевской премии Выдающемуся советскому прозаику Михаилу Александровичу Шолохову Итак, культура Школа, наука, искусство Но еще и печать Наша боевая печать Могучий помощник партии государства В руководстве всей жизни советского общества В нашей стране издается почти 12 тысяч названий газет и журналов С разовым тиражом в 220 миллионов экземпляров Добавьте к этому еще мощную сеть радиовещательных станций и телевизионных центров И вы поймете, как много сил и средств тратит наше государство Для идейного и культурного воспитания советских людей Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok